Привет! Я Наталья Волосаева и это рубрика «Тренерские фишки». Приветствую вас в этом видео. И сегодня я вам расскажу о топ-7 нестандартных ситуаций, которые были со мной на тренинге. Ну и вкратце расскажу, как я выходила из этих ситуаций. Такие ситуации, которые застают врасплох, наверняка бывают у каждого тренера. Я поделюсь с вами тем, что было со мной за время моего тренерского опыта. Бонусы в ближайшие два месяца не будет, и компания вообще в кризисе. Сотрудникам об этом забыли сообщить. И в этот момент два человека начинают резко подрываться и бежать за мою спину. Перекрикивая звук всего, что происходит, включается отче наш молитва. Меня только что хотели загипнотизировать. За время моего тренерства, а именно на момент записи этого видео, это 11,5 лет, было много чего интересного. И кое-что выделилось так вот прямо ярко и осталось в памяти. При этом, перед тем, как я начну вам рассказывать о своих историях, подумайте, остановитесь на минуточку, что такого необычного было у вас? Что происходило с вами, чего вы точно не ждали, не были готовы на ваших тренингах? И напишите комментарий к этому видео. Уверена, ваш опыт будет полезен другим. И будет очень интересно это обсудить. И начну я, пожалуй, с той ситуации, которая произошла со мной в самом начале практически моей тренерской карьеры. События происходили во время обеденного перерыва на тренинге. Все участники ушли. И пришла одна девочка, которая закрылась в нашей тренерской и начала плакать. После нескольких просьб открыть дверь и криков ее сотрудников о том, что может ей нужна помощь, она все-таки сжалилась над всей группой. Открыла дверь, мы вошли и начали спрашивать, что произошло. На наши ответы она сказала, что ее только что уволили. Ей сообщили об этом по телефону, не объяснил никакую из причин, почему так произошло. И человек был в шоке, потому что очень сильно ценил и любил эту работу и на нее рассчитывал. Дальше происходило следующее. Я предложила ей связаться с ее руководителем, но она сказала, что она только что с ним, собственно говоря, и говорила. При этом к нему, к руководителю ехать она отказалась. При этом тренинг происходил в другом помещении, не в том, где она работала на постоянной основе. Решить вопрос с ее увольнением она не могла прямо здесь и сейчас. При этом ей сказали, что у нее практически последний рабочий день. Следующий рабочий день у нее был уже с обходным листом. Человек продолжал плакать, ее успокаивала вся группа. Оставалось 5 минут до начала тренинга. И я предложила ей, возможно, ей нужно было какое-то дополнительное время, чтобы успокоиться, или предложила ей поехать. С руководителем поговорить. Предложила ей, в принципе, пойти разобраться на ее рабочем месте, но она отказалась. Она сказала, что будет продолжать сидеть на тренинге. В связи с этим событием, группа попросила отложить начало тренинга на 5 минут, для того, чтобы собраться, успокоиться. Ее коллеги, которые хорошо общались с этой девочкой, они ее начали успокаивать. Все остальные еще вышли на кофе-брейк. Ну и по стечению обстоятельств ей позвонил ее руководитель и предложил ей прямо сейчас приехать, для того, чтобы объяснить эту ситуацию. Ситуация была нестандартная, потому что, по факту, потом весь тренинг, все думали об этом, об этом кейсе, и никто не мог стандартно воспринимать нормальную информацию, как у нас это было запланировано заранее. По сути, после того, как она уехала, не говорить об этом было нереально, потому что люди все равно об этом думали. И если мы не проговорим это вслух, они бы не переключились дальше на работу. И так как тренинг у нас был по работе с трудными клиентами в продаже, с разными типами клиентов, мы взяли эту ситуацию и рассмотрели ее с точки зрения клиента. То есть немножечко поменяли парадигму. Что бы делали продавцы, если бы у них клиента в процессе продажи почти, когда они довели клиента до заключения сделки, произошла бы нестандартная ситуация, которая бы подвигла клиента в слезы. И они прописали варианты выхода. Это все заняло у нас где-то минут 15. При этом эти 15 минут, благодаря которым тогда группа выговорилась на эту тему, еще и трансформировала ее в тренинг, в работу с трудными клиентами, эта ситуация повлияла на то, что дальше все, что было через эти 15 минут, они уже воспринимали более легко и практически редко вспоминали вслух, как минимум, о той ситуации, которая произошла. Эта ситуация добавила в мой список вопросов на предтренинговую диагностику обязательный вопрос к руководителям. Есть ли на тренинге те, кого могут уволить на протяжении тренинга? Ну, конечно, в основном этот вопрос всегда звучит достаточно так весело и веселит руководство. При этом поняла за свою практику, что бывают такие ситуации, что не все компании, с которыми я работала, и не все руководители понимают, что людей, которые будут уволены, нет смысла отправлять на обучение. Потому что, по сути, компания зачем будет вкладывать в развитие сотрудника, если они этого сотрудника решили уволить. Поэтому одним из важных вопросов, в том числе, стало обсуждение того, не будет ли тех людей, которых потенциально могут уволить, потому что это действительно будет влиять и на атмосферу тренинга, в том числе, если вдруг такое произойдет. Конечно, никому из вас такого не желаем. Ну, а мы переходим к следующей второй ситуации. Вторая ситуация была связана просто с тренерским фартом. Такое бывает, когда вы проводите тренинг в компании в день зарплаты. Вы можете замечать, что люди постоянно смотрят на свои телефоны и ищут информацию, пришла ли зарплата или же нет. Вот мне очень сильно повезло в тот день, в кавычках повезло, потому что сотрудникам где-то в районе 12 часов была начислена заработная плата. Все началось с того, что они все, как по мановению палочки, начали смотреть свой телефон. И все из них сказали, что им не заплатили бонусы. А бонусы им платят в тот же момент, когда платят зарплату. О таком стечении обстоятельств их никто не предупреждал. И в процессе тренинга в аудитории поднялось очень большое негодование и обсуждение этой ситуации, как же так. Со своей стороны я задала им вопрос, можем ли мы сейчас, находясь на обучении и инвестируя время в свое развитие, решить эту ситуацию. Они сказали, что в принципе сильно повлиять на нее они не могут, раз не выплатили, решили подождать. Вдруг они придут со временем. Мы договорились, что мы подождем до обеденного перерыва. И на обеденном перерыве, если вдруг ничего не изменится, будем уже выяснять, что там с их бонусами. Как вы уже догадываетесь, до обеденного перерыва ничего не произошло. И договорились получить всю информацию на обеденном перерыве. При этом я со своей стороны что сделала? Я начала искать на обеде и созваниваться с руководителем этих людей, которые были на тренинге. И попросила руководителя прийти к нам. И в начале тренинга, который бы мы начали, рассказать им о том, какая ситуация сложилась. Потому что кто-то мог получить одну часть информации, кто-то другую, кто-то третью. И на кону стояло обучение и эффективность того дня, который мы инвестировали в развитие. Разговор наш длился минут 20. При этом все-таки я убедила этого человека найти время, отменить встречу или сказать, что он придет там немножечко попозже, для того, чтобы уведомить сотрудников о том, почему им не начислили бонусы. Эта ситуация не разрулилась особо с его приходом на тренинг к нам, потому что сказали, что бонусы в ближайшие два месяца не будет. И компания вообще в кризисе. Но сотрудникам об этом забыли сообщить. Вот в такую историю я вляпалась. Как вы понимаете, потом тренинга адекватного не было. У всех людей были ожидания о том, что они сегодня потратят эти деньги на то, на то, на пятое, десятое. И у них этого не произошло. И они понимали, что не произойдет еще в ближайшие несколько месяцев точно. Что оставалось делать? Оставалось их мотивировать и договариваться, чтобы время инвестировали именно в себя, в развитие и в повышение своих скиллов, несмотря на ту ситуацию, в которой оказались. С тренинга никто не захотел уйти для того, чтобы продолжить разруливать эту ситуацию. Все договорились, что все остаются. Мы сделали упражнение командное на взаимодействие, которое всех взбодрило, позволило немножечко переключиться, ну хоть немножечко. И это упражнение потом переключило на бизнес-реальность, уже на тренинговую среду. При этом эта ситуация в компании потом еще продолжалась и после тренинга. А тренинг, возможно, даже на какой-то маленький момент смягчил это известие для команды. После этой ситуации я сделала для себя вывод, что вопросы, которые я задаю на предтренинговой диагностике руководителям, участникам, которые у меня будут, добавился еще один. Не будет ли каких-то глобальных изменений, которые будут происходить в день тренинга в самой компании? Не будет ли меняться заработная плата? Не будет ли каких-то увольнений, как с предыдущей ситуацией? Не будет ли каких-то перемещений персонала? Или еще чего-то нестандартного изменения направления? Вот чего-то глобального, что может просто отвлечь и выбить из правильного мышления людей на ту ситуацию, которая будет это время поглощать. В третьей ситуации, наверное, сталкивался почти каждый тренинг, когда у вас на тренинге начинает падать флипчарт. А у меня был джекпот, а у меня начало падать сразу два флипчарта. Это были флипчарты, которые не на колесиках, а на таких специальных ножках. Но сама соль этой ситуации была в том, что эти флипчарты стояли справа и слева от меня. Они начали падать. Я этого не заметила, так как я стояла немножко впереди, а они остались за мной. И я провожу тренинг, что-то рассказываю. И в этот момент два человека с правой и с левой стороны просто начинают резко подрываться и бежать за мою спину. Флипчарты были спасены. Я поблагодарила ребят. Это повеселило достаточно всю группу. Ну, а меня научило следующему. Хотя скорее не научило, а в тот момент у меня зародилась мысль, что когда у меня будет своя тренерская, у меня будут флипчарты на колесиках и суперустойчивые. Вот такие. Следующая ситуация, которая была неожиданна для меня. У меня на тренинге заснул человек. Причем заснул он совсем неожиданно. Мы все сидели в круге. У нас было обсуждение. И так произошло, что кто-то кинул мяч, он просто его не словил и никак дальше не среагировал. Ну, участник, который сидел рядом с ним, начал его толкать локтем. Ничего не произошло. Мы все поняли, что он заснул. И в этот момент начали все с ним фотографироваться. Это обсуждение было уже на круге обратной связи по подведению итогов блока. То есть мы собирались по факту идти на перерыв. Его этими фотографиями все растолкали, разбудили. Вот. Он слезно сказал, что у него вчера был хороший вечер. Вот. И он немножечко попросил поспать. Я ему предложила, что на перерыве уже, что возможно он пойдет домой отдыхать или продолжит работу, а на тренинг потом придет с другой группой. При этом участник отказался. Сказал, что он ни в коем случае не может возвращаться на рабочее место. Тем более там ехать домой. Что он просто немножечко поспит, чтобы на него не обращали внимания. Но как вы понимаете, для тренера просто человек, который сидит в уголочке и тихонечко спит, он постоянно будет отвлекать всех людей. Мы приняли стандартные достаточно меры. Он пошел, проветрился, нашел у кого-то таблетки. Потом он выглывался кучу раз. Но он еще два раза засыпал в процессе обучения. С этим уже никто ничего не смог сделать. Зато это достаточно добавило такой харизмы в этот тренинг. Самое удивительное было то, что когда его кто-то начинал будить, он сходу начинал говорить какие-то умные вещи и почему-то всегда по теме того обсуждения, которое у нас было. И на финальной отработке в самом конце он хорошо себя показал и даже применил те техники, которые он немножечко проспал. Эта ситуация научила меня тому, что когда я начала высылать приглашения участникам уже со следующих тренингов на обучение, я прописывала такой небольшой текст, чтобы до нашего тренинга они хорошо выспались, набрались сил, по возможности постарались ничем таким не заниматься в плане вечеринок, поездок, чтобы они чувствовали себя комфортно по возможности, насколько это реально, и могли хорошо провести время на тренинге и инвестировать его с пользой. Такая вот фразочка, которую я добавила в каждое приглашение, у меня появилась. Следующая ситуация уже была тогда, когда я проводила открытые тренинги и проводила их в съемных внешних аудиториях. Так произошло, что на один из тренингов, когда начали собираться участники, к нам начали приходить другие люди и постоянно дергать дверь и что-то спрашивать. Также пришла одна участница, которая сказала, что она записывалась к нам на обучение, при этом что-то она там то ли оплатила, то ли не оплатила, а он сказал, что посиди, а потом решит вопрос с оплатой уже с организатором. Я говорю, ну хорошо, присаживайся. Она присела, ну а дальше люди продолжали заходить почему-то к нам в аудиторию. Как выяснилось, их организаторы отправили участникам приглашение на тренинг, который проходил в соседнюю аудиторию, но указали наш зал. Это было очень весело. Почему? Потому что у нас на тренинге тогда было 18 человек, а у них на тренинге было 100 человек. Пришло 60, осталось еще 40. И эти 40 продолжали опаздывать. У нас обучение уже началось, у них уже тоже началось обучение. При этом каждый следующий человек, который заходил к нам в аудиторию, был вынужден разочароваться, что это не их тренинг, а наше начало тренинга тоже страдало. Вот представьте, вы сидите, стоите, проводите тренинг вообще вот тут, заходит человек, говорит, а я на такой-то тренинг. А ему поворачиваются уже ваши участники и говорят заученную фразу. Это тренинг такой-то, ваш тренинг в той аудитории. Он закрывает дверь, проходит 3 минуты, открывается дверь. Я на такой-то этот тренинг. Это тренинг такой-то, в той аудитории. Потом что мы сделали? Мы взяли наш приветственный плакат и повесили его на дверь. Но это ничего не помогло. Самая соль этой ситуации была в том, что та участница, которая зашла в самом начале, что у нее там были какие-то вопросы с организацией оплаты, только через 30 минут сказала, что она, по-моему, не на тот тренинг пришла, и она поняла, что она должна была идти на другое обучение. Но это все закончилось дело где-то через полчаса, после того, как все участники уже туда пришли. Предотвратить такую ситуацию практически невозможно. Можно только вести себя адекватно уже в сложившихся обстоятельствах. шутить шутки, как-то приводить какие-то аналогии, примеры в этих конкретных условиях. При этом ты никогда не застрахована от того, что кто-то из организаторов, если рядом тренинг, укажет не тот зал. Шестая ситуация тоже связана с съемной аудиторией. Однажды мы пришли с обеда в аудиторию и уже решили начинать тренинг. Начали участники делать свое дело. И тут в какой-то момент за стенкой очень громко перекрикивая звук всего, что происходит, включается отче наш молитва. Участники обалдели, я тоже, потому что это было очень неожиданно и очень громко. При этом эта молитва, положенная на музыку, красиво звучащая, безумно громкая, закончилась. После этого произошло самое неожиданное. Мы решили продолжать тренинг, но заиграла вот эта мелодия, тоже очень громко. Очень хорошо, что после песни «Буратино», которая шла после молитвы «Отче наш», больше никаких песен не звучало, и участники в соседней аудитории другого тренинга или что-то у них происходило, вели себя нормально. Но это было очень неожиданно, и никто вообще не понимал, что происходит. В общем, было так. Эта ситуация меня научила заранее. Общаться с организатором всех мероприятий, которые происходят, и договариваться о том, что у нас будет вот такой вот тренинг, чтобы рядом, в соседних аудиториях, через стенку, были аналогичные по характеру тренинги. Объяснила, какая ситуация у нас произошла, что все были, мягко говоря, в шоке. Ну и в будущем таких ситуаций не происходило. Тренинги за стенкой были тихими. При этом не тихими были перерывы. Следующая нестандартная ситуация, уже седьмая, такой себе хардкор, которая была, она была в этих же аудиториях. Нестандартный был в этом случае скорее перерыв. Что произошло? Участники ушли на перерыв, как обычно, а потом начали возвращаться с такими огромными глазами, и, Наташа, Наташа, нам надо тебе что-то рассказать. Я говорю, что случилось? Меня только что хотели загипнотизировать. Что оказалось в результате? В соседней аудитории, вот наша дверь открывается, и тут еще одна открывается, был тренинг по гипнозу. И у них была практическая отработка. Они вводили людей в гипноз. И гипнотизировали не как в аудитории, так и в коридоре. И моим участникам, которые выходили на перерыв, предлагали, чтобы их загипнотизировали. Ну, в качестве отработки, конечно. Конечно, все отказались, чтобы их гипнотизировали. Мы начали тренинг, но гипноз остался за дверями нашей аудитории. При этом все так нормально повеселились, ну и удивились, что такое, в принципе, может быть, да еще и за стенкой. Чему научила меня эта ситуация? Ну, к тому же, чему и предыдущая. О том, что нужно общаться с организатором, какие в этот день будут тренинги в соседних аудиториях. При этом сейчас уже такого вопроса нет, потому что мы работаем в своей аудитории. Ну и эти все истории остались позади. Эти все нестандартные ситуации не накопились так вот каждый день, да, что-то такое необычное. Они были за 11,5 лет на момент записи этого видео. У моего тренерского стажа. Сейчас я вспоминаю, они такие веселые. Ну, в те моменты весело не было, потому что это репутация тренера, репутация тренинга. Ну и эти ситуации учили выходить из них, вырабатывали стрессоустойчивость и давали возможность развиваться. В любом случае. Захотелось с вами ими поделиться. И буду очень рада, если вы тоже поделитесь вашими нестандартными ситуациями, какими-то неожиданными явлениями, которые происходили у вас на тренингах. Давайте подумаем, что в принципе на будущее можно делать, чтобы таких ситуаций не происходило или же как из них можно выходить. Напишите, пожалуйста, комментарий, какая ситуация у вас была, ну и что вы сделали. Ну и мы вместе продолжим обсуждение. Если это видео было интересным для вас, тогда ставьте лайк и пишите в комментариях, что именно вам особенно понравилось. А если вы еще не подписаны на мой канал, тогда подпишитесь прямо сейчас, для того, чтобы быть в курсе всех самых интересных тренерских фишек. А я желаю вам солнечных дней, классного настроения и шикарных тренингов. С вами была Наталья Волосаева. До встречи в рубрике «Тренерские фишки». Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok